Почему пчелы? А вы знаете, этот вопрос, вот мне 43 года, я этот вопрос себе никогда не задавал, почему пчелы. И, наверное, это виноват не я, а виноваты обстоятельства, виноваты мои родители, виновата семья. Я имею на руках документы, подтверждающие семь поколений пчеловодов в моей семье. И когда ты родился, ты маленький, приехал в гости бабушке, а те говорят, все, на улицу не выходишь, идем смотреть пчел. Ну, тогда были такие пчелы агрессивные, что если бабушка и дедушка подстрелили пасеку, они были колхозными пчеловодами, то две недели собаку никто не кормил. Но не на самом деле, были такие агрессивные, что собака пряталась в будке и не выходила есть. Дети на улице не ходили гулять. Когда мне там в три годика впервые ужалила пчела, а потом это стало нормальным. Когда я видел, что родители работают на пасеке, потому что у отца с мамой есть пасека, дедушка с бабушкой работают на пасеке, то как-то вот приход в пчелы стал само-своему разумеющимся. Я, наверное, не представлял себе дальнейшую жизнь без пчел. Хотя я в детстве играл в то, что клеил, к примеру, модели пасек. Или из наборов конструкторов, кубиков собирал ульи. И оно еще раз вернусь было самим собой. Хотя дальше, уже учась более в старшей школе, я понял, что безумно люблю географию, обратно науку обо всем, о путешествиях. На самом деле, это искренне я мечтал о том, что под белыми парусами, ну пускай не под аллами, как у Грина, а под белыми парусами, я поеду и открою какую-нибудь новую страну или новый вид животных. Ну и дальше, наверное, было бы так, как судьба, что ли, повернет. Я понимаю, что у меня уже в восьмом классе у меня были свои личные пчелы, которых никто не смотрел. Это был подарок дедушке с бабушкой. Вот, внучок, это твои пчелы, ты их смотришь, ты катаешь сам мед, это мед твой, это твой заработок. А то время пришло, это время пришло 94-95 год, довольно тяжелый в тот момент. И когда ты мог заработать, собственно, трудом какие-то денежки, это было очень интересно. Ну и понятно, что даже участь в университете не теряешь интереса к своему увлечению, к своим пчелам, потому что все лето я проводил дома у родителей, смотря уже не за одной, а за пятью семьями. И на третьем курсе я прочитал статью о существовании лаборатории пчеловодства системе Академии наук, которая занимается научными исследованиями именно области пчеловодства. Ну, наверное, это было переломным моментом. Я приехал, рассказал об этом родителям, сказал, что хочу работать здесь. Приехал, попросился на прием к директору, приехал в лабораторию. Летом бесплатно приезжал сюда работать, как практикант бесплатно, чтобы чему-то научиться. И понял, что, наверное, это то место, которое нравится, которое я люблю. После окончания университета, уже получив распределение, было очень интересно посмотреть за пчеловодство за рубежом. Простой студент из Беларуси написал письмо профессору Вильде в Арминском Азурском университете, в городе Ольшино. С просьбой, можно к вам приеду на месяц на практику? Постарю, как делается пчеловодство в Польше. Именно обучение, потому что проанализировал средние температуры лета и зимы, был выбран университет и была кафедра пчеловодства именно на территории Польши, которая близка к нам по температурным показателям. Соответственно, будет близко и пчеловодство. Я пришел в e-mail, пожалуйста, приезжайте, нет проблем. И я еще после окончания университета уехал туда. За время месяца я успел поступить в аспирантуру в Польше. Но профессор предложил вернуться домой на родину, сказав, что... Интересную фразу, я, наверное, буду помнить себя там, что даже если ты будешь самой умной, ты никогда у нас не станешь первым. А вернувшись назад, на родине у тебя есть шанс. Что это? Мудрость? Наверное, мудрость профессора и житейская мудрость. Вот так было принято решение вернуться назад. Ну и вот с 2004 года, с мая месяца, возглавляю место, где мы с вами находимся. Это прекрасное место, бывшая панская усадьба, хотя здесь пан никогда не жил. Это был плодовый сад, в который ухаживали, но именно панский плодовый сад. Это, ну, по-своему, наверное, какое-то сакральное место, потому что перенести сюда пачку в 89-м году и до сегодняшнего дня она не только процветает, но становится известной все больше и больше за территорией, не только на территории Беларуси, но и за рубежом. Что было здесь? Пасека была небольшой, около 60 семей, получала небольшое количество меда. Мы на тот момент получали там, ну, наверное, 100-150 килограммов меда. И пасека разводила карпатскую породу пчел. В настоящее время мы являемся одним из трех племенных хозяйств Республики Беларусь по разведению украинской породы пчел. Мы единственная, наша лаборатория в составе института, единственная, которая официально в республику завезла племенной материал из-за рубежа, который мы сейчас размножаем, продаем, то есть, уважаемые важное слово, официально, со всеми документами, ветеринарными составляющими, ветеринарными паспортами и ветеринарными свидетельствами. Мы перешли на другой тип улья, многокорпусные. Это улья из композитных материалов, которые теплее, приятнее для пчелок. У нас по поручению заложен опыт по сравнительному изучению ульев из пенопласта и деревянных ульев, чтобы выбрать тот, который дальше интереснее на пасеках. Мы не просто им на месте, мы создаем пасеки. В настоящее время наши пасеки засчитывают полторы тонны меда. Мы производим в большом количестве маток, продаем пчелопакеты. В этом году, к примеру, только нашими пчелами с нашей пасеки созданы две пасеки с ноля. Идея, которая поддерживается в стране, имея в Академии наук свою поддержку, такую важную, мы создали кластер по пчеловодству. Мы встречаемся несколько раз в году. Мы согласовываем планы исследований, научные исследования, докладываем свои исследования. Вообще, как бы, такой мечтой является создание сети пасек-репродукторов. На базе каждого подразделения в области, в Академии наук, создание пасек, куда мы будем продавать или реализовать качественный элитный материал пчел крайней породы, они уже будут в своей области реализовывать их пчеловодов-любителям. То есть насыщение рынка качественным племенным материалом в рамках государственной программы. Середина августа, и наши пчелы уже собраны к зимовке. И сейчас мы откроем семью, попробуем найти матку, покажем, что еще в этой семье есть, покажем мед, который еще пчелы умудряются в августе принести с золотарника, малины. Вот, смотрите, какая красота. Вы меня спрашивали, можно ли приручить пчелу? Есть хороший детский мультик, можно ли приручить дракона? Дракона можно, пчелу нет. Человечеству, как, ну, современному, 40 тысяч лет. Самой древней пчеле 65 миллионов. Что мы для нее? Секунда. Но покажу вам фокус, смотрите. Звыли наши пчелки? Нет. Наши пчелы жалостливые. Чувство, что жарят, на самом деле они миролюбивые. Показываю то, что не должен был показывать с точки зрения психотерапевтики безопасности, но показать ему, смотрите, я их лажу. Видите, я их лажу, ничего не происходит. Но мы все-таки сделаем правильно. Дадим дым, который немножко успокаивает пчел, намекая их и напоминая древний инстинкт о лесных пожарах. И достаем, смотрите, какую красоту. Крайняя рамочка. Сейчас мы наедем и найдем здесь хозяина улья в лице какого-нибудь трутня, которого еще не выгнали. Вот он, красивый ходит, смотрите. Вот, смотрите, важный. Вот, большие глаза, чтобы издалека видеть матку. Самая важная функция продление потомства. Слова профессора Вильда были пророческими по поводу «Можно стать первым». На самом деле, при желании обучения, при желании познать такое удивительное насекомое, как пчелу, нет и не существует, я с полной известного говорю, в мире человека, который является 100% специалистом в области того, узнать, что нужно пчеле, какой тип улья самый лучший, какая порода лучшая, какая лицевая сетка или там какая овощина лучшая. Нет, таких не существует. И об этом говорит очень интересный момент. За всю историю пчеловодства была получена всего лишь одна Нобелевская премия по пчеловодству. По биологии море, по медицине еще больше, а по пчеловодству одна. Это были четкие доказательства. Все остальное, оно настолько разное, настолько варьируется от местности, от условий почвенных, медосборных, что, к сожалению, пчелу выучить невозможно, познать можно чуть-чуть. И вот это вот желание познать пчелу, оно было таким, знаете, зудом. Я читал любую книгу, которая была связана с пчеловодством, и, ну, наверное, в определенном этапе приобрел какие-то общие знания. На сегодняшний день я читал лекции в 14 странах мира. Когда ты приобретаешь определенные знания, ими нужно делиться. Вы знаете, есть такое понятие, не то, что нужно. К сожалению, пчеловодство одна из отраслей, к сожалению, сейчас поймешь, почему я имею в виду, которая требует визуального контакта с лектором. Если просто смотреть ролики на ютубе, ты никогда не станешь пчеловодом. Ты можешь научиться поменять колодки в своей машине. В пчеловодстве каждая семья индивидуальна. Каждый организм индивидуальный. Ты не можешь поставить все на поток, и даже промышленные пасеки не до конца получаются поставить все на поток. То есть требуется индивидуальный подход. Ты должен быть хотя бы ботаником. Минимальное знание цветущих видоносных растений, их мектарно-продуктивность и сроков цветения, чтобы знать, когда, куда подвезти пчел или чего-то, и пчелы носят. Нужно быть ветеринарным врачом, чтобы знать, как профилактические мероприятия или чем-то переприятие пчел. Биология пчелной семьи. Биолог. Однозначный. Тяжелая работа, потому что биология пчелной семьи отличается от биологии, например, насекомых. И значительно отличается. Ты должен разбираться в погоде. На сегодняшний день погодный сервис у меня открывается чаще, чем, наверное, новостной. Потому что я планирую работу на пасеке, планирую их на несколько дней вперед. И, к примеру, если сегодня я там планирую расширение гнезд, постановку новых рамок под медосбор, открываю погодный сайт, и там неделя дождей, я не буду этого делать. Нет смысла, потому что, ну, пчелы не будут носить нектар, а будут съедать тот мед, который принесли заранее. Поэтому, наверное, я с гордостью скажу, что более гармонично развитых представителей чем пчеловода я не встречал. Опидомик. Если бы спросили мое мнение как ученого, то есть некоторые позиции эффекта опидомика, которые находятся в таком уровне, слабо доказуемом с точки зрения современной науки. Но то, что он обладает лечебным эффектом, способен вылечить суставные боли, позвоночник, способен улучшить сон, я вижу на собственном опыте, я вижу на опыте моих друзей, которые пчеловоды, которые сделали эпидомики. Еще раз вернемся. Вы приходите в специальное помещение, легли, расслабились, микровибрации пчелок. Они же, пчела никогда не сидит на месте, она постоянно чуть-чуть двигается, ей нужно садить температуру, ей нужно переработать медик, ей нужно покормить личинку, поухаживать за маткой. То есть это микровибрация. Вы дышите, то, что я говорил, концентратом белорусского воздуха. То есть вы пчелы собрали внутри прополис, свежий мед, они испаряют лишнюю влагу, прополис. Вы дышите, вы имеете самую лучшую природную ингаляцию. Ингаляция в садном лесу это детский сад, подсоединяем с тем, что вы получаете, находясь в эпидомике. И обратно же, я считаю, что в каждом белорусском санатории, которое пользуется популярностью и очень активно, только и за рубежа приезжает большое количество гостей, мы обязаны в каждом санатории иметь свой эпидомик. Особенно это важно для пожилых людей, к примеру, бессонница. В эпидомике засыпают все. Если в эпидомике человек не берет с собой телефон, он засыпает через 10 минут. В любом случае, какой бы он там ни был веселый и так далее, он ложится засыпает. Вибрации пчелиные влияют по-другому. Когда меня спрашивают о том, где купить мед, я всегда рассказываю. Скажите, пожалуйста, в определенном возрасте, и это, наверное, менталитет белорусов, у нас появляется собственный зубной врач. Мы ему доверяем больше, чем другому. Даже врач, который терапевт в поликлинике, мы ему доверяем больше, чем другому терапевту, хотя вроде два одинаковых врача. У нас появляется собственный мастер-СТО, который ремонтирует нашу машину. Собственный парикмахер, особенно у девушек, или там женщина, которая делает им маникюр. Я всегда предлагаю, заведите, собственно, пчеловода. Это гарантия чистоты меда и качества. Можно купить мед в белорусском магазине? Конечно. У нас очень серьезная система оценки качества этого меда. Но этот мед не имеет имени, этот мед не имеет лица. Заведите пчеловода, и гарантированность качества меда будет, ну, не только 100%, она будет равна 300% из 100%. Потому что вы, как клиент, для него намного дороже, может быть, даже не в финансовом смысле, а в том, что то, что он, за что он борется, потому что он так, то, что он делает целый год, вот сконцеринен в этом литре, литровой баночке, которую он продает вам, и он же всегда с гордостью скажет, смотри, вот здесь такие-то растения. Пчелы стояли на том-то поле, я специально туда выберу, чтобы получить вот качественный мед. Поэтому, мой совет, заведите себе пчеловода. Ездите через деревню, видите, стоят ульи. Остановитесь, познакомьтесь с пчеловодом, возьмите его телефон, и скажите, я хочу покупать у вас мед. И поверьте мне, что вы сделаете больше для него, в развитии его пасеки, позволите ему иметь финансовые вливания или финансовую поддержку его пасеки, его семьи, потому что очень многие живут за счет пчел. И, в свою очередь, вы будете иметь продукт, который позволит вам не сомневаться в качественном лечебном эффекте. Я не говорю, что мед – лекарство. И я считаю, что это неправильно называть мед – лекарство. Это продукт, который позволяет улучшить качество жизни, поддержать нашу жизнь и получать от жизни удовольствие. Пчелы – это наркотик, который тебе забирает на всю жизнь. Пчеловодство бросить нельзя. Я искренне считаю о том, что время, проведенное на пасеке, в счет жизни не записывается. То есть на пасеке другая жизнь. И не по той причине, что там ты работаешь, тяжело работаешь. Ты стоишь над ульем, открытой ульей. Пчела двигается в микровибрации. Ты дышишь тем концентратом белорусской природы, который пчелы собрали у себя. Еще раз, когда говорят про то, что в белорусской земле есть золото, я говорю, нет проблем, его море. Откроем каждое улье, и мы имеем жидкое золото в белорусской земле, которое, возможно, даже дороже, чем то золото, которое в виде крупинок вымоют и потом сделают сережки. Нет, мы имеем то, что пчелы собрали сами, растения отдали сами. Нектарные, которые органы выделения растений, пчелы, ни одно растение не погрызли силой и не забрали. Они сами отдали, добровольно. Пчелы принесли это в улей, сделали прекрасный продукт. Я знаю, что все говорят про медовый месяц, про то, что медовый месяц, но медовый месяц был одной целью. Зачать ребенка максимально здорового. Максимально здоровый ребенок это когда папа и мама накормлены медом. И когда, если бы взяли сейчас девиз, наверное, продажи меда из Беларуси, у нас там, изробленного в Беларуси, прекрасный девиз. Но мед это сила мужчины, красота женщины и здоровье ребенка. И этот девиз нужен в Беларуси. Я считаю, что потребление меда в беларусских школах должно быть обязательным. Меня в детстве заставляли пить молоко. Тогда был взрыв на Ченнобольской станции, кто-то посчитал, что молоко вводит радиацию. Я не знаю, как молоко отразилось на моем здоровье, но знаю точно, что всем давали мед, было пользой больше. Можно ли ложить мед в чай? Потому что существует известная версия о том, что нельзя, что мед теряет свои свойства. На основании защищенной инсертации за рубежом, я официально утверждаю, коллеги, уважаемые любители меда, мед можно вложить в горячий чай, мед можно вложить в горячий кофе и выпивать его теплым. Никакой метеорфорол, никакие вещества, вредные нервы не образуются. Больше пользы для организма, чем не есть мед или есть, как вы кушаете в прикуску. Поэтому кушать мед с удовольствием, даже в горячем виде. Очень часто вопрос, где нужно хранить мед. Прекрасный вопрос сейчас задают. У меня есть ответ, который такой, имеет двойной смысл. На столе, на кухне. Как только вы поставите его в холодильник, как только поставите какой-нибудь шкафчик, вы про него забудете. А прекрасный зерненый тверожок белорусского производства, белорусским медком будет являться лучшим началом дня. Пчелу нельзя любить чуть-чуть. Нельзя работать в пчеловодстве, просто потому, что это работа, которая приносит заработок. Пчелы – это любовь один раз и на всю жизнь. Мой сын, выписываюсь в роддома, был одет костюм пчелки, настоящий, специально по этому поводу пошит. У него были крылышки, шапочка с усиками. Это что? Да, это сумасшествие. У меня машина оранжевого цвета, потому что это цвет пчелы. У меня там, не знаю, там дом, построенный дом в виде шестигранника, пчелиные ячейки. То есть пчелы еще раз, нельзя любить чуть-чуть. Это как родину, как Белоруссию. Если ты ее любишь полностью, ты ее любишь честно. Если точно так можно любить пчелы. И я хочу сказать, что пчеловодство, наверное, с моей точки зрения, это самое богу угодное занятие. Я хотел бы повторить слова моего дедушки, который, наверное, и привил мне любовь пчелок даже в большей степени, чем мой отец и мама, он сказал, пчелы ты приобретаешь на всю жизнь. Бросить это невозможно. И поэтому, стоясь пчеловодом, вы понимаете, что приобретаете себе хобби, работу, удовольствие один раз на всю жизнь. на всю жизнь. Субтитры сказали,